МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кавказ без войны наркотиков. Горнолыжно-музыкальный фестиваль под таким девизом собрал в предбрусе исполнителей и любителей авторской песни. На создание школы 21 века в республике только в текущем году потратят более 600 миллионов рублей, сообщает пресс-служба главы Кабарнеобалкарии. Средства на модернизацию образования поступят из федерального бюджета. Более 30 миллионов выделит республиканская казна. Деньги пойдут на приобретение различного оборудования для образовательных учреждений, пополнение фондов школьных библиотек, развитие инфраструктуры учебных заведений, повышение квалификации и профпереподготовку педагогов, организацию дистанционного обучения, приобретение транспортных средств для перевозки учащихся. Кстати, уже в этом году школы сельских поселений Бедык и Кашкатау получили два новых микроавтобуса. Также деньги пойдут на капремонт и реконструкцию учебных заведений. С сегодняшнего дня по 25 июня на федеральные дороги будет запрещено выезжать грузовым автомобилям, у которых превышена нагрузка на ось, сообщает российская газета. Сезонное ограничение движения большегрузного транспорта предпринимается ежегодно для исключения сверхнагрузки на дорожное полотно и образование колеи на трассах. Правда, оно не может длиться больше 30 суток в границах одного региона. Исключение составляет транспортировка международных грузов, продуктов питания, горючего и удобрений, которые важны во время посевной. Ограничение также не распространяется на регулярные пассажирские перевозки, транспортировку грузов Минобороны и МЧС. В случае острой необходимости предприниматель, грузы которого не относятся к исключительной категории, может обратиться в региональное отделение Росавтодора за дорогостоящим разрешением. С 20 мая по 31 августа грузовикам будет запрещено выходить на трассы при температуре свыше 32 градусов Цельсия. Соответствующий приказ ведомства также опубликован в российской газете. Ограничение распространяется только на дневной период. С 20 до 10 утра большегрузные автомобили смогут выезжать на трассы, невзирая на температуру воздуха. В администрации президента России проходит экспертиза, утвержденная правительством Кабардио-Балкарии, республиканская целевая программа организации управления отходами. Она предполагает организацию селективного сбора мусора, оснащения районов республики специальным оборудованием и техникой. Кроме того, планируется строительство мусороперерабатывающих заводов и 15 полигонов для сохранения отходов. На эти цели ведомство рассчитывает направить более 2 миллиардов рублей. Озабочены экологической ситуацией и остальные регионы. Аналогичные программы на экспертизу в администрации президента России предоставили и другие субъекты страны. Аграрии республики приступили к пассивной кампании. Сейф ранних хировых в степных зонах Кабардио-Балкарии должны были начать в первых числах марта. Но из-за неблагоприятных климатических условий работы откладываются. На минувшие недели земледельцы смогли вывести почвообрабатывающую пассивную технику в поле лишь на некороткое время. А им предстоит обработать около 100 тысяч гектаров в невспаханной осенью зяби и посеять хировые на площади свыше 220 тысяч гектаров. Сейф овса и гороха идет урывками. Как только погода дает возможность, государство оказывает помощь с ГСМ, семенами и удобрениями. Нехватка последних особенно беспокоит земледельцев. Как только земля прогрелась до определенной температуры, массово вышли в поле овощеводы. В Прохладницком, Терском и Майском районах уже высаживают картофель. Под пленкой бурно растет рассада будущего урожая. Приступили в республике к обработке виноградных плантаций. Прошедшая зима была суровой и специалисты выясняют, как пережила лоза морозы. В этом году очень суровая зима была, но вот эти участки виноградников, из-за хорошей прикрывки, у нас они более остались. Мы надеемся, что в этом году у нас все будет хорошо. Пока виноградники освобождают от укрывного материала, поднимают и очищают лозу от земли. Дальше пойдет подвязка и формировка винограда. Техника к пассивной готова, земледельцы ждут только благоприятной погоды. Восстановить популяцию фазанов. Этой целью задались в Урванском районе и создали специализированные воспроизводственные хозяйства. Опыт организации фазанария позаимствовали у венгров. Насколько работникам уникальной для Кабарнеобалкали птицефермы удается справиться с поставленной задачей, выяснял наш специальный корреспондент Сафар Гириев. Фазан водится на территории республики в Изабелии. Сегодня численность райской птицы подошла в Кабарнеобалкарии к критическому уровню. Чтобы хоть как-то восстановить популяцию фазанов, республиканское общество охраны природы объявило участки, где они еще есть, заказниками или охотничьими хозяйствами. Но в Урванском районе рассчитывать только на охранные меры не стали и решили фазанов разводить. Его считает королевская птица не только за экзотический вкус мяса, но и за сказочную красоту. Сегодня существует более 20 видов фазана. Один только обыкновенный вид, имеет 34 подвида. Есть алмазные, серебряные, королевские, и каждый вид хорош по-своему. Этих чудных птиц здесь начали выращивать по специальной инкубационной технологии всего два года назад. По достижению взрослого возраста их выпускают на волю здесь, на гедукские просторы. Идея открытых гедука фазанарей принадлежит имблату Иркенову. Два года назад сюда пригласили специалистов из Венгрии, которые поделили секретами разведения этой ставшей экзотической дичей. И, похоже, старания группы энтузиастов не пропали даром. Сейчас здесь маточное поголовье фазанов составляет тысячи штук. Мы уже выпустили на волю свыше двух тысяч особей. В дальнейшем, на следующий месяц мы планируем закладку, опять-таки, яиц. Это в порядке четырех тысяч. За сезон планируем вот таких три закладки. Разновидности. В основном мы хотим восстановить вид для северокавказского фазана, чтобы развить. А так у нас есть подвиды северокавказского фазана. Это охотничий обычный и румынский фазан. Судьбу своих подопечных, отправленных в вольный полет, специалисты хозяйства отслеживают постоянно. В фазаньях балках, где птицы выпускают, по всему периметру выставлены кормушки. Сейчас их здесь больше 150. И результаты кропотливого труда уже видны. В окрестных селах в прошлом году появились выводки фазанят. Первый год был у нас, как можно сказать, экспериментальным. И он у нас удался, я так считаю. Вот в дальнейшем, если так будет продолжаться, мы в ближайшие 2-3 года, думаю, сможем восполнить количество. Природное естество берет свое. Даже в клетке самцы доказывают свое преимущество. В прошлом году здесь были построены специальные вольеры по типу европейских. Есть свой инкубатор, который вмещает 4000 яиц одновременно. В этом месяце мы ожидали период атакования. И вот вы сами стали свидетелями. Вот первые яйца. В дальнейшем, неделе, через 2 мы уже будем их закладывать в инкубаторе. Фазан, на которого охотятся в октябре и ноябре, единственная дичь, обладающая белым мясом. Если этот уникальный проект дудаться реализовать в полной мере, то в Рочи-Шагидуке, на стыке трех районов, Баксанского, Прохлатинского и Рубанского, такующих фазанов можно увидеть не только в клетке. Сафар Гириев, Анатолий Дереко. Вести, Кабардино-Балкария. Реконструкция детского стадиона в Нальчике завершается. После его ввода в эксплуатацию, который намечен на 1 июня текущего года, город получит многофункциональный спортивный комплекс. В обновленный детский стадион войдут одно стандартное и два мини-футбольных поля с искусственным покрытием, теннисные корты, физкультурно-оздоровительный комплекс, административный корпус и автономная котельная. Пиговые дорожки уже покрыты эластуром. Северные и южные трибуны смогут вместить до 3000 болельщиков. Строительство идет очень качественно и идет быстрыми темпами. Я думаю, что в назначенные сроки президента 1 июня, в День защиты детей, как нам обещают, строительные организации, стадион будет сдан в эксплуатацию. На территории объекта располагаются теннисные и лихоатлетические школы. И уже в ближайшее время тренеры и химии воспитанники получат возможность полноценно вести учебно-тренировочный процесс. К другим темам. Начиная с 80-х прошлого века мы сталкиваемся с ней везде, на телевидении и радио, на улице. Реклама прочно вошла в нашу жизнь. Производители идут на любые ухищрения для продвижения своей продукции и не всегда делают это законно. Федеральная антимонопольная служба по КБР только в прошлом году выявила почти 20 нарушений в данной сфере. На что необходимо обращать внимание потребителям и к чему может привести незнание закона о рекламе, расскажет наш специальный корреспондент Альберт Корцаев. Сегодня реклама уже не просто средство популяризации определенных товаров и услуг. Скорее самостоятельный жанр. Авторы готовы на любые ухищрения, чтобы их продукт возымел действие. Индустрия рекламы сегодня развивается стремительно. В ход идет все. Психология, лингвистика, последние достижения науки и техники. Если раньше население надо было защищать от некачественных или даже вредных товаров и услуг, то сегодня все актуальнее становится засчитать неправомерные рекламы о них. Как пример, объявление в газете. Раньше покупать квартиру любовницы было неудобно, а теперь удобно. Экспертами она была единодушно признана асоциальной и даже гнусной. Однако законность ее вызвала большие споры. Правозащитники солидарны в одном. В рекламе должны быть указаны все условия предоставления предлагаемых товаров и услуг. А для кого они приобретаются, неважно. Только за прошлый год в антимонопольной службе по КБР было рассмотрено около двух десятков дел по нарушению закона о рекламе. В основном о предоставлении медицинских и финансовых услуг. Наклейки на этом баннере, как работа над ошибками. В любой рекламе о предоставлении товаров в кредит должен быть указан банк, через который суда оформляются, а также все условия ее получения. И еще многое другое. Ответственность ложится как на рекламораспроизводителя, рекламораспространителя, так и на рекламодателя. Поэтому, если рекламодатель у нас приходит и не знает законодательство о рекламе, то по своей работе, по своей сути, рекламопроизводитель, рекламораспространитель И распространитель как бы по логике обязаны сказать, что у вас в рекламе присутствует то-то, то-то, то-то нарушение. Если это рекламная акция, то должны быть отображены условия участия, сроки, призы и прочее. Что касается медицинских услуг, то здесь обязательно указывать, что есть противопоказания, необходимо проконсультироваться у специалиста. На этом баннере соответствующая надпись была, но красным по красному. Прочесть ее наша съемочная группа смогла только в приближении через объектив. Сегодня уже нет ни надписи, ни баннера. Противопоказания написать, это напоминание тому же физическому лицу, который пойдет на оказание данного, на получение, вернее, данных медицинских услуг, чтобы он помнил просто о том, что могут быть какие-то неприятности. Впрочем, говорить о злостных нарушениях закона о рекламе в нашей республике пока не приходится. И рекламы не так много, как в многомиллионных мегаполисах. И потребитель не так придирчив, чтобы обращать на это пристальное внимание. Альберт Корцаев, Аслан Бимамфега, Аслан Мурзахан Доха, Юрий Искандеров. Вести Кабардино-Балкария. В Предбрусе состоялось открытие 14-го горнолыжно-музыкального фестиваля. Это третий форум, организованный с начала года творческим клубом «Чигетти». Проведение фестиваля «Предбрусе-2012» поддержали глава Кабардино-Балкария Арсен Коноков, Государственный антинаркотический комитет управления наркоконтроллера России по КБР. Слово Зелине Суановой. Традиции существуют для того, чтобы их не нарушать. Это принцип не только членов творческого клуба «Чигетти», но и всех организаторов музыкально-горнолыжного фестиваля «Предбрусе». А потому при первой же возможности любители и исполнители авторской песни вновь собрались на склонах Кавказских гор. Девизом 14-го фестиваля стал озвук «Кавказ без войн и наркотиков». Один из способов достичь спокойствия и мира – это возить людей в горы, считает исполнительный директор спортивно-музыкального форума Михаил Калинкин. В горах люди сохранили свои традиции. В горах можно поучиться не только кататься на горных лыжах, но и послушать, как поют здесь, как здесь чтят царяков, как здесь разговаривают друг с другом, здороваются, обязательно спросят, как дела. Уже много лет фестиваль поддерживает Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков и Государственный антинаркотический комитет. Борьба со спросом на наркотики сейчас одна из приоритетных задач этих ведомств. Мы справимся с теми напастями, которые сегодня на России обрушились. Как мы справляемся с горными трассами, у нас есть силы. И вернувшись на равнины, мы справимся и с той бедой, которая сейчас обуяла Россию. С бедой, которая называется наркоманией. Своё отношение к наркотикам и проявлениям терроризма высказали и участники международного этнического фестиваля «Алтын Майдан». После церемонии закрытия многие решили остаться здесь ещё на несколько дней, чтобы пообщаться, поделиться опытом и увести отсюда как можно больше впечатлений. Наркотикам категорически, конечно. И хотим, чтобы дети больше увлекались творчеством, то есть занимались вокалом, хореографией, чтобы меньше оставалось времени на разные глупости. И всё-таки интересы были у них более творческими. В шестидневной программе фестиваля музыкальные и развлекательные конкурсы, концерты известных авторов и исполнителей, спортивные соревнования. Особое внимание по традиции будет уделено детям. Самые маленькие участники продемонстрируют свои таланты в кафе «Ай» и померятся с силами в весёлых стартах на поляне «Азал». Принять участие в мероприятиях смогут все желающие жители и гости при Эльбрусе. Зелина Суанова, Юрий Искандеров, Вести, Кабардино-Балкария. Далее прогноз погоды. Напомню, всё новое с нашей программы вы можете найти на нашем сайте вести.кбр.ру. А следующий выпуск смотрите в 20.30. До встречи. Здравствуйте. По данным информационного агентства «Метеоновости», предстоящие сутки на территории республики преимущественно без осадков. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 726 мм рт. ст. В Зольском районе малооблачно воздух прогреется до 11 градусов. В горах переменная облачность возможен и большой снегу под ножей бруса плюс 1. В Терновде также не исключены незначительные осадки плюс 4. В Аксане, Чигеме и Наткалем малооблачно плюс 14. В Прохладинском и Майском районах ясно – 13 тепла. В Терском и Лискинском тоже сухо и солнечно – плюс 12-13. В Черехском районе возможен небольшой дождь – плюс 11. В Нальчике малооблачно – плюс 13. На этом у меня всё. Хорошего настроения в любую погоду. Субтитры подогнал «Симон»!